Добрый день, уважаемые коллеги! 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 именно ранних стадиях, а симптомы мы уже у пациентов замечаем, начиная от местно распространенных форм, и понимая, что этот процесс полностью предотвратим, по сути, и каждый случай рака шейки матки – это есть упущенная возможность, то говорить эти цифры становятся еще сложнее. Наиболее известные методы скрининга у нас будет отдельный доклад, посвященный раку шейки матки, цитологическое исследование по разным общемировым данным, наибольшая информативность составляет периодичностью от 3 до 5 лет, ежегодное тестирование не рекомендовано нигде, важно, чтобы цитология была описана по классификации БТЭСДА, важно, чтобы в скрининге участвовал анализ на вирус папиллома человека, потому что роль его очень важна, в общем-то, по сути, без вируса папиллома человека рака шейки матки не бывает, за исключением небольшого количества процентов. Относительно пилотного проекта и, в принципе, исследования скрининга рака шейки матки, наиболее оптимальная группа, это возраст, начиная с 30 лет, при доступном бюджете мы можем расширять данный возраст до 65 лет, и целевая группа 25-29 лет, она остается дискутабельной. Если мы с вами будем говорить про рак молочной железы, в принципе, цифры и показатели заболеваемости и смертности скрининга рака молочной железы, они находятся на нормальном уровне эпидемиологической необходимости отдавать приоритет скринингу рака молочной железы, на настоящий момент нет. Но на что стоит обратить внимание, это на контроль качества описания выполнения маммографии и разработки и стандартизации подхода. Наиболее оптимальный способ скрининга рака молочной железы, маммографическое исследование, описание согласно категории Байратс, направления специализированные до обследования пациентов с категории Байратс 3 и 4. Если мы говорим о наиболее оптимальном возрасте, то запуск пилотного проекта это возраст 50-60 лет, при возможностях экономических мы расширяем до 69 лет, и в дальнейшем уже после охвата данной категории больных имеет смысл рассмотреть вопрос о применении в категории возраста 45-75 лет. Обязательная трепанбиопсия и верификация процесса при показаниях. Колоректальный рак, наибольшая информативность сигмоскопия, колоноскопия. Тест на скрытую кровь раз в два года, используются и качественные, и количественные тесты. Важный момент использования автоматизированной системы. Также при анализе пилотного исследования наибольший целевой охват должен быть направлен на группу 60-69 лет и при возможности расширения до возраста 50 лет. Только после этого мы рассматриваем более узкую категорию 45-75 лет. До обследования и важная роль должна быть отдана колоноскопия с обязательной полипектомией, потому что известно, что рак кишечника возникает именно из полипа. Основные понятия скрининг и ранняя диагностика важны перед запуском любого пилотного проекта. Это аудит и качество ресурсов, потому что зачастую специалисты, которые будут направлены на проведение скрининга, на проведение пилотного проекта, они могут не обладать достаточной компетенцией в этой области. Очень важный момент также это качество диагностики и внутренняя возможность специалиста принять решение о наблюдении. Не каждое выявленное заболевание необходимо агрессивно лечить, а это противоречит максимально общепринятой философии на настоящий момент. Что необходимо для реализации пилотного проекта? Это обкленное количество населения пациента. В регионе мы делаем не более одной локализации, и желательно, чтобы она имела периодичность повторения. Должен быть мониторинг, должна быть поддержка участников, потому что обычно это все-таки специализированные инициативы, с обязательным контролем качества и важно открытые публикации результатов пилотного проекта. На настоящий момент в нашем регионе, в Северо-Западном, запущен три пилотных проекта. Скрининг рака шейки матки, скрининг колоректального рака и скрининг рака молочной железы. Относительно колоректального рака у нас будет отдельный доклад и также будет рассказано про наш пилотный проект. Основной момент – мы сравниваем локальные тесты по чувствительности и специфичности с тестами золотого стандарта, и мы рассчитываем, что чувствительная специфичность наших локальных тестов будет не менее 90%. Группа, которую мы включаем, 50-75 лет. Относительно скрининга рака шейки матки также будет отдельный доклад. Это исследование на настоящий момент начато максимально рано на фоне тех, про которые я говорю. У нас уже есть первые результаты, мы ими сегодня с вами поделимся. Исследование зарегистрировано в базе клинических исследований, ему присвоен номер. Пациенты, включенные в данную когорту, 25-65 лет. И мы за основу берем золотой стандарт, это окраска по Папа Николау. Мы сравниваем с окраской, которая традиционно используется на территории Российской Федерации, несмотря на приказ. Это окраска гемотоксилина и азин. И также мы анализируем роль ВПЧ-тестирования. Мы берем локальные тесты и сравниваем с золотым стандартом, общепринятым тестом двойной гибридного захвата, Дайджин-тест. На настоящий момент в Новгородской области запущен пилотный проект скрининга рака шейки матки. Мы выбрали данную область по нескольким критериям. Достаточно близко доступный регион. Регион с недостаточно высокими показателями борьбы с онкологией заболеваниями, в том числе по раку шейки матки. И также этот регион подходит под все критерии организации пилотного проекта. В данном исследовании на настоящий момент мы включили 100 человек. Мы планируем включить 500 человек. Анализ полноценный мы еще не проводили. Мы проводим пока сбор биологического материала. Дизайн абсолютно эквивалентный дизайну, который мы проводили на территории Санкт-Петербурга. Мы рассчитываем показать эффективность, в том числе экономическую эффективность локальных тестов, локального ВПЧ-теста, локального теста цитологического с окраской по методу гемотоксилина и также у нас есть некоторые социально значимые цели. Мы хотим изучить, какой наиболее эффективный способ с учетом современной реальности приглашения пациентов на скрининг. Мы хотим понять, есть ли какие-то убеждения, связанные с вакцинацией против вируса папиллома человека, как среди медицинского персонала, так же и среди родителей. И понять, какие могут быть мотивационные аспекты для того, чтобы увеличить широту охвата, потому что мы все знаем, что для эффективного скрининга необходим охват не менее 70%. Результатами мы, конечно же, с вами поделимся. Основные ресурсы, которые нам необходимы перед планированием любого исследования, это хорошо сплоченная команда. На самом деле при организации скрининг с большим населением, более 5 миллионов человек, необходима команда порядка десятка человек, и прекрасно можно охватить данную работу. При правильной организации в реальности загрузка первичного звена не такая высокая, примерно на 7 человек в день, но это неполноценный прием, это минимальный объем с взятием мазков, по сути, даже не врачебная работа, а больше сестринская или фельдшерская. Необходимые условия для реализации программы – это грамотный подбор диагностического метода, грамотный подбор критерий включения, контроля качества. Необходимо постоянное финансирование, да, это камень преткновения, это, наверное, самое сложное, с чем мы сталкиваемся с реализацией пилота, необходима поддержка и государства, и необходима поддержка на всех этапах, как в первичном звене, так и со стороны Министерства здравоохранения. Но если есть желание, то и вы находите команды, вы находите единомышленников, это все возможно, это все реализуемо. Важно не забывать о том, что каждое исследование, несмотря на то, что оно растягивается на длительный промежуток, должно сопровождаться внедрением контрольных точек и публикацией данных материалов. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...